Здравствуйте! В эфире субботняя информационная программа Вести Карачаева, Черкесия. Глава Карачаева, Черкесия Рашид Семрезов принял участие в итоговом в текущем году заседании совета при полпреде президента России ВСКФО, которое прошло в режиме ВКС. Как отметил полпред Юрий Чайко, несмотря на непростую ситуацию в мире, за последние годы все субъекты округа показали хорошие результаты в рамках реализации нацпроектов. В текущем году в Карачаево-Черкесии ведутся мероприятия по строительству, реконструкции и капремонту 214 объектов. Введено в эксплуатацию 350 тысяч квадратных метров жилья. Это исторический рекорд. В 18 школах появились центры образования «Точка роста». Строятся 4 объекта образования и один лицей-интернат. Ведется строительство и ремонтируется 23 медучреждения. По программе «Земский доктор» трудоустроены 20 человек. Нацпроект «Культура» инициировал возведение и ремонт 8 объектов. Также проведено переоснащение в Центральной районной библиотеке УЗ Чугутинского района. Завершилось благоустройство 10 общественных и 56 территорий дворов. В республике идет ремонт, реконструкция и возведение 9 спортивных объектов. Рашид Семрезов отметил, что работа в данном направлении будет продолжена. 105-летию системы дополнительного образования было посвящено торжественное мероприятие, прошедшее в Центре для одаренных детей «Спутник». Вклад педагогов в обучение и воспитание подрастающего поколения отметили руководители региональных министерств образования, культуры и цифрового развития, представители ряда других ведомств и общественных организаций. Подробности у Артура МХЦ. Как совместить любимое занятие и воспитание несовершеннолетних? Для тех, кто принял участие в торжественном мероприятии в Центре для одаренных детей, такой проблемы не существует. Они и педагоги, обучающие дополнительным навыкам, и воспитатели, умеющие найти подход к каждому подопечному. 105 лет системе дополнительного образования в нашей стране. Солидная дата. Когда-то отдельные кружки и секции со временем были объединены в Центре Дворцы Творчества или Спорта. Так только в этом здании у детей имеется огромный выбор для реализации своих увлечений. Центр дополнительного образования детей является одним из ведущих учреждений в республике, которое направляет детей в жизнь, во взрослую жизнь. Наш центр существует уже долгие годы. С 80-х годов в нашей республике были созданы такие центры, как Центр технического творчества, Эколого-биологический центр, Центр туризма и краеведения. И сейчас мы все объединились. С 2012 года мы работаем вместе. Год педагога и наставника подарил Карачаево-Черкесии немало запоминающихся праздников. И нынешнее торжественное мероприятие с пластичными танцами, проникновенными поэтическими произведениями, множеством тёплых поздравлений из их числа. Говорили и о важности дополнительного обучения детей, и о новых возможностях для желающих получить знания и навыки, а не просиживать свободное время дома. Система дополнительного образования позволяет, конечно же, расширить кругозор ребят, получить дополнительные навыки и умения. И в какой-то степени, конечно же, и определиться с дальнейшей профессией. Потому что не всё даётся на занятиях, там, где получают ребята только образование. Здесь ещё дополняется и воспитательной работой, и другими компетенциями. За последние несколько лет многое удалось сделать для модернизации инфраструктуры дополнительного образования. Так, в регионе были открыты мобильный кванториум, модельный центр и центр для одарённых детей, IT-куб и многое другое. Мы будем создавать дополнительные места в системе доп. образования и в общеобразовательных организациях, и в системе СПО. Сегодня система дополнительного образования охватывает 80% детей от 5 до 17 лет. И это не предел, мы будем стремиться к 100%. Разные направления, порядка 41 тысячи рабочих программ по развитию системы дополнительного образования сегодня в нашем субъекте реализуется. В этот день был отмечен труд людей, которые на протяжении многих лет отдают все силы для обучения и воспитания несовершеннолетних. Но на самом деле добрых слов заслуживает каждый, кто причастен к наставнической работе. Благодаря кому ребятам удаётся научиться чему-то новому, что вполне возможно пригодится им во взрослой жизни. Артур Макцелебастанов, Вести, Карачаево, Черкесия. Возвращаясь к истокам, род Татаркуловых восстановил свой фамильный склеп в ауле Хурзу Карачаевского района. Подробнее Алла Качиева. Как выглядели первые фамильные склепы? Принято считать, что их прообразами были пещеры, куда относили усопших. Склеп же или усыпальница – это разновидность семейно-родового мемориального комплекса, объединяющего место упокоения представителей нескольких поколений одной семьи или рода. Традиция возведения таких склепов на Северном Кавказе своими корнями уходит ещё в эпоху бронзы. Вплоть до раннего железного века склепы существовали, в основном они были подземные. И уже в третьем-четвёртом веках нашей эры, и вплоть до восемнадцатого века, традиция сооружения вот таких вот могильных склепов, она идёт беспрерывно. С третьего, четвёртого по седьмой, восьмой века они, как правило, были подземные. В восьмом, одиннадцатом веках они становятся полуподземными. И вот то, что мы сейчас видим перед нами, это уже склепы, которые начали строить с одиннадцатого века и вплоть до восемнадцатого века. Всего полтора столетия назад семейный склеп Кишине у карачаевского народа был рядовым типом захоронения. Этот старинный памятник один из пятидесяти пяти, который находится в Большом Карачае, в древних и живописных аулах Карджурд, Учкулан и Хурзук. Известные российские учёные много лет занимались исследованием этих склепов. Мы сегодня находимся на исторической территории рода Татаркуновых. Наши предки с пятнадцатого века жили вот именно на территории Хурзук. И мы сегодня находимся здесь, чтобы открыть восстановленный нами склеп родоначальника нашей фамилии Татаркуна. Татаркуловы в течение полугода восстанавливали свой родовой склеп в Хурзуке. Представители фамилии достроили частично сохранившиеся стены, фундамент и ограду. В день открытия установили табличку родоначальнику Татаркуну от благодарных потомков. Сохранились рядом со склепом несколько могил, ведь это являлось местом последнего пристанища для ближайших родственников. Раньше приезжали с отцами, с дедами, а теперь будем приезжать со своими детьми и со своими внуками. Будем рассказывать, чтобы наша история не прервалась. Алла Качиева, Ахмад Чучаев, Олег Малхожев, Вести Карачаева, Черкесия, Карачаевский район. Сейчас о погоде на выходные, а после продолжим выпуск. Субтитры создавал DimaTorzok Успейте посмотреть иммерсивную постановку «И дольше века длится день», которая проходит и в Республиканской картинной галерее. Посвящена она 80-летней годовщине депортации карачаевского народа. Важно отметить, что подобного плана выставка проходит впервые. София Голицына подробнее. В первом выставочном зале представлена мирная жизнь карачаевского народа в 30-х годах. Люди строят коммунизм. А за этой же дверью события ноября 43-го года. Иммерсивная постановка – одна из популярных форм современного интерактивного театра, где зрители пытаются погрузить в разворачивающиеся действия с использованием аудиоэффектов и художественных образов. Зрители проникнуты болью карачаевского народа, высланного с родных земель. Выставка была создана научным коллективом Музея Карачаева Черкесии при поддержке правительства Республики совместно с Сообществом художников и Школы креативных индустрий колледжа имени Аслана Даурова. Совместно с картинной галереей проводим иммерсивную выставку погружения, посвященную теме депортации карачаевского народа. Мы с душой подошли к этому проекту с замдиректором картинной галереи Марьейом Шакуровной, вместе придумывали сценарий и воплощали это совместными усилиями Школы креативных индустрий и картинной галереи. Каждый зал посвящен отдельному периоду. Довоенное время – изгнание, транспортировка, пребывание в Средней Азии и, наконец, возвращение на родину. Благодаря театрализованной постановке зритель полностью погружается в атмосферу тех трагичных событий. От увиденного мурашки по коже. Рано утром нас посадили вагоны. Нас было человек 200-250. Вагоны были рассчитаны на 100-150 человек. Мы ехали стоя, ноги затекали. Спустя две недели мы начали складывать трупы в конце вагона. Потом мы могли ехать сидя. Реальные истории, которые довелось пережить депортированным, никого не оставят равнодушным. Юные студенты-актеры колледжа смогли полностью погрузить зрителей в трагичность тех далеких событий. Я была очень рада участвовать в этой выставке, потому что я считаю очень важно, чтобы нынешнее поколение помнило свою историю, чтобы она понимала, насколько тяжело было тем людям, которые все это пережили. Многим было очень тяжело эмоционально тоже это пережить. Эмоции, все это было довольно трудно для нас. Но мы справились, мы смогли. И продолжаем играть дальше. Выставка будет доступна для посещения в течение месяца. Вход бесплатный, а в случае проведения театрализованной экскурсии билеты необходимо будет приобрести онлайн. София Голицына, Виктория Карпенко, Вести, Крачево, Черкесия. На целых три дня наша республика стала столицей российского карате. Во Дворце спорта юбилейной Черкесии несколько сотен сильнейших спортсменов из более чем двух десятков регионов страны оспаривали звание лучшего в своих возрастных и весовых категориях. Состязания были посвящены памяти нашего земляка, мастера спорта России, международного класса, многократного чемпиона и призера чемпионатов и первенств России, чемпиона мира 1999 года среди молодежи, судьи всероссийской категории, тренера Аслана Кукаева. Ахмат Халкевичев подробнее. География соревнований весьма широкая. Оспаривать звание лучшего в своей весовой категории приехали около 600 спортсменов как из соседних регионов Северокавказского федерального округа, так и из самых отдаленных, как Тюменская область и Хантумансийский автономный округ. Соревнования такого уровня и масштаба за всю историю развития карате в Карачаево-Черкесии в нашем регионе организовывают всего лишь во второй раз. Соревнования такого уровня, они дают очень большой опыт. В первую очередь нашим спортсменам, что нам очень важно. Ну и во вторую очередь всем тем, которые сюда приехали. Мы планируем делать определенные шаги, скажем, к первенству России. Мы планируем, чтобы наши ребята были как минимум в тройке, а так мы планируем уже победить первенство России. Дай Бог. Нашу республику тоже представляют спортсмены, которые неоднократно поднимали флаг Карачаево-Черкесии на соревнованиях всероссийского уровня. Сами состязания проходят в двух дисциплинах карате, кате и кумите. В ката спортсмены демонстрируют свою технику в имитации боя с тенью. Ну а в кумите в конкурентный бой вступают соперники с одинаковым уровнем подготовки. Мы принимаем эти соревнования. Готовится и суббарка. Нужно выступить достойно. Василий Карпов из Хантимансийского автономного округа участвовал и в первом турнире памяти нашего легендарного земляка. Юный спортсмен отмечает сильный рост состязаний как в организации, так и в конкуренции. В прошлом году участвовал за первое место. Все понравилось, приехал еще раз. В этом году провел два боя. Чуть не получилось из-за травмы, занял третью миссию. В этом году чуть посильнее участники. Но соревнования держат планку и конкуренция хорошая. По итогам трехдневных соревнований лидером в общекомандном зачете стала сборная Ставропольского края. Серебро у спортсменов из Ростовской области Азамка и Тройку команда Крачаева-Черкесии. Победителям турнира в категории от 18 лет, помимо признания и наград, присваивали звание мастера спорта России. Ахмат Калкевичев, Ренат Муков, Вести Крачаева-Черкесия. На этом субботний выпуск Вестей подошел к концу. Приятных выходных! Субтитры подогнал «Симон»!